Нам нужно сначала, в принципе, конечно, нужно сначала понять, разобраться хоть немножко в рамках наших коротких ответов, откуда вообще берется это явление и в рейтисемии. Теоретически, в принципе, в разбросе, которое бывает в каждой группе людей, в каждом обществе, всегда есть какой-то крайний случай, крайнее крыло такое, которое не любит своих соплеменников или свой народ, своих братьев, как говорят. В любой группе это может быть. По разным причинам и совершенно у нас нет такой задачи глубоко в этом разбираться. Важно, что то, что вы отметили, это факт, существующий тысячи лет. Откуда это берется? От корень, сам корень, не самое вление, а сам корень. Дело в том, что наш народ получил Тору. Тор – это мудрость Всевышнего. Это настолько известное высказывание, выражение и мысль, что она проходит незаметно. Уже все привыкли. Не все помнят, может быть, еврейскую дату, что это было 6 на 7 сивана 2448 года сотворения мира. Ну, не помнят, другие помнят. Примерно кто-то знает, что это было там 1300 лет до новой эры, если привычная новая эра и так далее. Но вникнут люди и Всевышний. Перепад бесконечный между ними. И вот он захотел в свое время, по причинам, которые мы здесь тоже не обсуждали, сфокусировать в каком-то тексте, для него это как буквы, набор букв, в каком-то тексте, то, что нужно передать нам. Для этого наша душа должна быть такой, которая может это принять. И, например, пятилетнему ребенку совершенно невозможно рассказать хоть как-то детально многие процессы в ядерной физике, или в биологии, или в жизни, или в социальные беседы, процессы. Если у него нету до этого некого инструментария в душе, ему пять лет, ему еще развиваться и развиваться. Если нету инструментария в душе, мы это называем духовные сосуды, то невозможно передать. А если, наоборот, мы знаем, что весь народ, весь народ, не особые мыслители, весь народ стоял вокруг горы Синай, для только одних мужчин 600 тысяч человек, взрослых мужчин, и все это приняли, и все поняли, все впитали, то это должно быть, с одной стороны, безусловно, в кавычках, скажем, искусство Всевышнего, так укомпоновать все в каком-то тексте, высочайшие вещи, высочайшие до бесконечности вещи. С другой стороны, получатели, то есть мы, должны были быть на уровне. Как мы оказались на таком уровне? Через какие школы мы проходили, особенно 190 или примерно 200 лет в египетском рабстве? Это месили глину для того, чтобы обжигать кирпичи для пирамид и для строительства. Как будто это не лучшая школа. Но все было потому, что мы произошли от Авраама, и потом от Ицхака, от Якова, души которых были невероятного объема, духовного объема и так далее. Но если так, и это и так далее продолжается, в общем-то, до сегодняшнего дня. Просто происходит уменьшение. Это такой специально заданный процесс уменьшения объема сосудов душ с увеличением при этом какого-то технического знания. Процесс происходит, увеличение, одновременно с уменьшением. Но так или иначе, еврейская душа – необычная душа. И так же известно, что наш народ в этом смысле необычный. Мы необычайно неравнодушны к тому, что в мире происходит, близко к нам, далеко от нас. Полно народов или представителей народов мало интересуются тем, что происходит в мире. И зачастую это только дребезжание в сети, ну или в телевизионных каналах. И то мало, и то мало. Раз в неделю какая-нибудь передача вокруг света о чем-то. А так, в общем-то, дребедень такая, или политика немножко, и все. Но реально, чем живут, для чего живут. Как другие люди, никого не интересуют. Итальянцы про себя, Норвеги про себя, про Африку я сейчас пока даже не хочу говорить. И так далее. Только евреям до всего и сделают. Как до того, что в своей стране, так в другой стране. Заварить кашу, любую заваруху, в любую сторону, в любой стране, где живут евреи, они, некоторые из них, не все, потому что это не надо делать. Наша установка не заниматься этим. Но евреи нарушают законы Торы, как нарушают, к сожалению, какие-то законы, там, соблюдение шабата или кашрута. Так нарушают законы, что не надо вмешиваться в жизнь других народов. Но мы, я объясняю сейчас, не сужу, а объясняю. Вмешиваемся. И в отличие от антисемитов, которые так говорят что-то, не для каких плохих целей, а только ради хороших. Только чтобы было какое-то равенство, чтобы было какое-то просвещение, чтобы что-то было лучше, чтобы люди жили лучше, чтобы, как говорится, все было лучше. На самом деле, чаще всего все хуже от нашего вмешательства. Но мы опять, я не осуждаю, а показываю, что это явление. И вот это явление, поскольку оно неправильное, оно порождает неправильное, другое явление. Что евреи, которые из-за мощи своей души, из-за такого размера и объема и величия, но без Торы, я подчеркиваю, без Торы, без еврейства, испытывают голод. Потому что наша еврейская душа нужна для того, чтобы впитывать мудрость Торы, работать с этим, увеличивать, применять, делать что-то с этим. Ради Торы, ради еврейского народа, ради Всевышнего. Тем самым ради всего мира, но только не опоследовать. Тем самым. Но не вмешиваться ни во что. Желать всем только и добра, но не вмешиваться. Нет Торы, нет соблюдения. Создается вакуум. Душа огромная. Ну, не надо быть большим физиком, чтобы понимать, что есть огромный объем и пустота. То внешние силы легко начинают приходить, потому что вакуум втягивает. И вот эти внешние силы, не другие люди, не народы, а именно духовные силы. То есть в виде, которые трансформируются в виде философии, мировоззрений и так далее, и так далее, начинают входить в еврейские души, а души большие очень, и начинают отравлять их. И получается у многих евреев, будем надеяться временно, потому что всегда можно исправить это, но будем надеяться временно, но все же отравленная душа. Один из видов, одним из следствий этого, такой отравленной души является антисемитизм. Почему? Потому что эта душа чувствует, что она отравлена чем-то другим. А другие евреи глобально, больше соблюдают или меньше, но глобально у них не испорчена так душа, как у некоторых таких людей, потому что они уже очень много втащили в себя этой отравы. Они начинают видеть в этом указующий перст, который тебе говорит, подожди, ты же еврей для другого родился. Ты же для другого должен жить, ты для другого пришел в этот мир. Чем ты занимаешься? Реакция многих из них, это, конечно, обвинить обвиняющего. Они меня обвиняют, что я не тем занимаюсь, как вы сами плохие. И знаменитая, ты кто такой и прочее по отношению к душе. Я как бы моделирую разговор душ. И вот разговор еврейской души, отравленной души, с душой другого еврея, происходит просто даже взглядом, не надо, диалог это же мысленно, просто так, нет такого. Чувство ненависти. Потому что этот человек в другое время мне мешает. Если у меня отравленная душа, а я же не знаю, что она отравлена, я-то думаю, что это я такой просветленный, просвещенный. А этот еврей, с еврейством особенно, мне просто мешает. Вот и этот корень антисемитизма, еврейского антисемитизма. Теперь вопрос совершенно верный. Его, конечно, даже были или задают, наверное, евреи. Что делать с нашими братьями, другими евреями, которые антисемиты? Вы спросили, как я рассматриваю, друг нашего народа. Или вы не от имени себя, тогда вы о ком-то спрашиваете. Как не еврей должен вести себя по отношению к таким людям? Привели несколько примеров. Поскольку корень и суть – это вакуум, заполненный отравой, ядом, что нужно делать? Что можно делать? Заполнять этот вакуум, тем самым выталкивая то, что туда вошло. И вместо этого яда и травы, просветляя это, запуская туда лекарства, то, что называется, антибиотик, который уничтожит микробы эти, и очищение души и так далее. Как это делать? Уже наши учителя сказали в Тирке, а вот в Мишне, на еврей это звучит так, «Да, мали ашиф ли апикорос». Апикорос – это еврей, который живет не как еврей, доволен этим, гордится этим и презирает других евреев, которые живут по-еврейски. Это определение апикороса. Как прямо в Мишне говорится, «Знай, как ответить апикоросу». Так что ваш вопрос, он уже относится к евреям, что, как сказать, другим евреям, которые антисемиты. Иначе говоря, вот откуда взялся ваш вопрос. Уже из Мишны, из Талмуда. Поскольку это было задано когда-то, то ответ не может быть одинаков, потому что в каждом поколении, в каждом географическом месте, в каждой ситуации, по отношению к каждому человеку, другой разговор. Вот вы, некоего профессора кинематографических наук, Занда, с ним один разговор. С Соросом, миллионером, миллиардером еврейского происхождения из Венгрии, который никогда не получил еврейское образование, кстати, кто не жил никогда по-еврейски и так далее, и так далее. Но есть такой человек, он не скрывает, что он еврей, а в остальном его связь еврейским на этом кончается. Антисемит, на самом деле. Другой разговор. Ну и те, кто поддержит какие-то там в Израиле пра-арабские партии, третий разговор. Но общий знаменатель такой. Как я сказал, стараться выйти на контакт, если получается. Если нет, не настаивать, не надо на это тратить слишком много энергии. Но попытаться заполнить этот вакуум и с помощью антибиотика, а именно разговоров, я сейчас скажу, каких, прочистить эту душу. Теперь нужно знать, что, как я сказал, не только обстоятельства и прочее, но и человек, но еще и понятие времени. В каждом времени, в каждый период есть свои наиболее опасные места, опасные идеи и так далее. 19 век породил идеи материализма, социализма. И последние 50 лет, но другая, еще одна религия возникла, то называется политкорректность. Это очень опасная и очень ядовитая религия. Хотя в ней, как всегда, есть формы, какие-то такие грани чего-то хорошего. Там не обижать этого, потому что он такого происхождения, потому что он другое происхождение или что-то. Но в целом, яд этой религии, политкорректности в том, что есть некие, как будто бы, неотъемливые права, одинаковые у всех людей. Или будто вообще есть какие-то права на все, что человек хочет. Если его лишать чего-то, это неполиткорректно, ты обижаешь человека. И будто бы есть такие базовые понятия, как должна быть бесплатная тот или такое это. То есть есть целые концепции, которые совершенно неоднозначны, совершенно с неба не установлены самим Творцом мира, а придуманы людьми. Люди начинают в это верить, а евреи не попадают в это. Потому что евреи из Торы знают законы, не придуманные людьми, а данные Творцом. И эти законы не всегда совпадают с тем, что придумали люди. И поэтому политкорректность – это всегда корень антисемитизма. Или почти всегда. В той или другой форме против государства Израиля, против еврейского народа, против отдельного еврея. Значит, кстати, я поделюсь личным одним впечатлением о политкорректности. Я узнал в 1986 году, то есть больше 30 лет тому назад. Приехал в Израиль, встретился с одним, кстати, американским серьезным рабином. О том говорили, о другом говорили. И он мне рассказал о новой религии, которая возникла в СЧА. И назвал ее политкорректность. Я даже не понял это выражение сначала. Я свободно знал английский. Первый раз услышал. И, честно говоря, даже отмахнулся. Ну, какая-то ерунда. Это политкорректность. Через несколько лет она уже стала все более проявляться. А последние 20-30 лет является уже аксиомой, о которой никто не думает, о которой никто не ставит вопросы. То есть, аксиматично, религиозно уже. И все. Вот что такое политкорректность. И вот эта политкорректность порождает эти формы антисемитизма, которые вы упомянули. То, о чем у него нет. А у него нет. Не надо говорить ему, что евреи хорошие. Возможно, он думает, что они хорошие, а этот конкретный еврей плохой. Возможно, он думает, что религиозные евреи плохие. Возможно, он думает, что не такие, как он, евреи плохие. Это не имеет значения. Нельзя все эти темы обсудить. Нет смысла. Там нельзя концов найти. Надо дать им то, чего у него нет. Говорить с ним о Творце мира и о задачах человека в мире, вообще человека в мире. И когда он усвоит, что есть понятие Творец мира, и что все не случайно, есть задачи у человечества, у человека, можно перейти тогда мягко и спокойно, и это будет им принято, задачам и евреям в мире. Если он понимает, что вообще есть понятие задачи, если он понимает, что есть понятие задания Творца, ему легче понять, что у евреев, наверное, есть свои еврейские задачи, у других народов свои, может быть, но мы это не всегда знаем. И поскольку вы говорите с евреями, вы будете говорить с евреями, это задача, которую он не может перед вами поставить, чтобы вы отвечали на вопрос, а какие задачи у английского народа. Пусть он копается в этом, но мы должны знать задачи еврейского народа. И когда он узнает, что есть задача еврейского народа, что такое исправить мир, что такое Тора, что нам делать на частном уровне, бытовом уровне, что делать в мировоззренческом уровне, что делать в глобальном уровне и так далее, и так далее, даже в космическом уровне, ему легче будет понять, как он далеко вообще от всего этого находится. Это один из способов, довольно проверенный, помочь еврею, такого, что даже не хочу теперь произносить характеристику этого еврея, помочь ему стать евреем. Всего доброго, до свидания.